МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, и вообще как-то в Николаеве мало найти профессионалов. Откуда они приедут? Кто будет проводить эти лектории? И все остальное сегодня у вас узнаем, я думаю. По поводу участников для начала. Такой интересный день получился, потому что мы работали очень давно над этим. Эти семинары раньше проходили в Крыму. Долгое время, в течение 15 лет, их проводил киевский организатор, это благоустройство территории, журнал. Потом журнал превратился в организацию. И вот организаторы делали эти семинары. На сегодняшний день вы все в курсе дела, Крым у нас нет. Пока что чуть-чуть отжали, адресировали. Да, его нет. Поэтому организаторы решили делать эти семинары на территории разных городов и частей нашей Украины. Очень часто в Киеве, очень часто. Но до Киева далеко, вы сами понимаете, да? Поэтому надо что-то и на юге делать. Николаевским тяжело туда выбраться. И мы решили все-таки, что на юге Украины пора заявиться и у нас, в Николаеве. Договорились с киевскими организаторами, договорились с нашим чудесным николаевским филиалом Киевского университета искусств и культуры. И вот, наконец, мы рады приветствовать этот семинар у нас. И очень приглашаем всех-всех-всех ландшафтников. 19-го числа сегодня с 10 утра в Институте культуры нашего на декабристов 17 будет проходить первый день этого семинара. На нем будет выступать три дня. И что-то помимо на первый день? Первый день это будет лекция одного из крупнейших производителей продукции. Вот, кстати, эта продукция сейчас здесь, польского производителя Войтека Капиеса. Почему мы, собственно говоря, его пригласили? Потому что он производит растения для нашего юга Украины. То есть это контейнерное производство. Производство растений, которые не болеют при пересадке, которые очень хорошо приживаются. Районированы, как у нас любят говорить профессионалы. Выступление рассчитано на целый день, до 6 вечера. И будет очень интересная высадка. То есть хозяин питомника Войты Капиес будет производить со студентами нашего института высадку в центре института на клумбе своих растений. Я смотрю, что это также эксперт демонстрационных садов. Что это такое? На сегодняшний день такой сад был самый такой, на слуху у нас украинцев. Это Челси, Англия. Все слышали. Это такой демонстрационный сад, куда приезжали, все смотрели. На сегодняшний день такой сад открыт под Бельско-Бяло. Это город в Польше. Он на 4 гектарах сделан из Сады мира. Куда можно прийти и посмотреть, как это демонстрационный сад. То есть вы приходите сюда абсолютно без билета, заходите и смотрите, как сделаны эти сады. То есть сам Войты Капиес участвовал. Они вдвоем с братом делали в течение 10 лет. Поэтому это не так быстро и не так легко, скажем. Опять же, не все культуры приживаются сразу. Ну, я вам скажу, что они очень профессионально подходят к посадке растений и их производству. Поэтому, поверьте, все в порядке. Да, все там хорошо. Да, все в порядке. А кто еще по поводу лекторов, кто еще будет? Будет на территории садового центра «Дача» в четверг демонстрация. Это пиарная стрижка. Придет лучший, да, это пиарщик на сегодняшний день Европы по именно агроном, именно профессионал в этом деле. Это и будет основной программой второго дня. Второго дня, да. Это будет Андрей Копысов. Потом будет также на второй день у нас на садовом центре демонстрация для нас очень важных габионов. Это такие, скажем так, опорные стены из камня для обрывов, для берегов. Будет его производить фирма «Мизол» эту демонстрацию. Потом будет также лекция по инструментам для подрезки и для ландшафтных инструментов вообще для ландшафтников. Ну и самое важное, конечно, всего этого семинара, я считаю, это то, что ландшафтники нашей Украины начнут хоть как-то между собой общаться. Такую тусовку сделали вы. Да, лёгкую тусню, как я говорю. И третий день. Что на третий день рассчитано? На третий день рассчитывает опять Институт культуры. Это будет самый интересный день, потому что к нам приезжает титулованная ландшафтница Европы Оксана Хлебородова. На сегодняшний день она считается лучшей ландшафтницей для наших регионов и славянский человек, поэтому будет интересно её выслушать. Она входит в жюри очень многих выставок европейских, поэтому будет очень интересно послушать. У неё свой архисад, так и можно зайти на её сайт, архисад так и называется. Она проектант и является законодателем мод в ландшафте на сегодняшний день. По поводу аудитории, для которой это будет проводиться. Понятное дело, это если со студентами, это у них основной профиль, но ещё кого будете привлекать? То есть есть ли какие-то у нас в Николаеве, может, группы ландшафтников, не знаю, какие-то закрытые клубы ландшафтников, кто ещё будет участвовать? Вот ещё впереди, наверное, закрытые клубы ландшафтников, пока я считаю, что Николаевский ландшафт очень, так скажем, в начальной стадии развития. Поэтому я думаю, что да. Хорошо, что, конечно, Институт культуры сейчас выпускает дизайнеров окружающей среды, то есть это очень... В этом году они будут у нас на практике преддипломной, то есть будут какие-то практические занятия. Вот, но ландшафтников как таковых, это в принципе небольшие группы людей, можно так сказать, которые получили какое-то архитектурное образование, какое-то дизайнерское образование, какие-то профессиональные навыки абсолютно самостоятельно. Поэтому мы и начали приглашать сюда с других регионов, и лекторов, и всех остальных, чтобы каким-то образом научить. А участники, я так понимаю, тоже из других регионов будут? Да, у нас будет... Какие именно регионы? Приедут Николаев, посмотрят Николаев? Николаев приезжает с Мелитополя, приезжают с Херсона, ландшафтники, приезжают с Одессы, приезжают, естественно, с Николаева. Вот, ждем киевлян, вот, вот как-то вот... Приятно, что уже киевля, они даже приедут посмотреть, не только мы киев. Да, потихонечку. Но заявляем почему, потому что, в принципе, у нас очень интересный регион Николаев. Потому что это, как они говорят, самый опасный регион для посадки растений. В чем опасность? Вот, видите, в чем опасность. Опасность в том, что у нас практически нет весны. То есть мы сразу в зимы, вы знаете, да, мы с собой переходим в лето. А с лето сразу в зиму. Да, а для растений это очень плохо, потому что у каждого растения есть период вегетации. То есть перехода с зимы в лето. А мы его немножко так вот сразу в лето, да, сразу в жару и сразу... В связи с этим очень много растений погибает. Вот. Но мы нашли это в такой, скажем, рецепт выживания. Давайте рецепт садовникам всем. Рецепт выживания это то, что как можно меньше создавать стресса для растений. Как можно меньше. Что является стрессом для растений? Стресса для растений, если это растение высажено в грунте. Вот оно растет у вас в огороде, да. Вы берете лопаточку, выкапываете, пересаживаете в другое место. Вот это существует стресс. Переезд растений с одного, совершенно верно. Вот капиес, который будет сегодня. Вот вы обратили внимание. Это растение абсолютно выращено в этом контейнере. То есть стресса для него не существует. И с посадкой этого растения осуществляется в течение всего года. То есть никаких нет ограничений в посадке. Во время вегетации, весна, осень. Абсолютно. Это называется контейнерное производство. Это как раз то, что нужно для нашего региона. Вот в связи с этим мы проводим семинар. Будем рассказывать всем, что и как нужно делать. А я так понимаю, что могут прийти и обычные николаевцы посмотреть, правильно? Ну, я вам хочу сказать, что мы как бы не осуществляли такого... Большого реклама. Но если вдруг у нас есть любители... Пожалуйста, милости просим, подходите, регистрируйтесь. Сегодня в 10 утра. Давайте еще расскажем, где будет регистрация и где будет проходить. В Николаевском институте культуры. На втором этаже семинар по ландшафтному дизайну. С 10 уже стартуете? Да. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что сегодня пришли к нам, проанонсировали. Показали нам сегодня корневую систему так легко и быстро. Ну и самое главное, раскрыли секрет, что в нашем регионе нужно делать всем садовым. Я думаю, что благодаря этому семинару теперь Николаев будет озелененный, красивый и самый красивый город в нашей стране. Но мы пытаемся, мы парки уже озеленяем. Так что все в порядке. Все в наших руках, да. Спасибо большое вам, нагадую нашим товарищам, что сегодня мы общались с Тетяной Сербеновой, керевником садового центра «Дача». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!